всем привет поздно связи королевство 13 91 и очередной обзор драконьего поля битвы первый раунд play of и сегодня у нас встречаются альянс xd x сейчас на ваших экранах королевство 520 и альянс lgd королевство 190 битва начинается давайте посмотрим за началом битвы а составом команд ознакомимся чуть позже и так альянс xd x короля 10520 занимает ключевые позиции на руднике кристаллов но посмотрите на рудник кристаллов они не отправляют войска сразу побежал поход на арсенал отсюда вас рудника а вот поле испытаний заняли ребята из 190 королевство также заняли одну точку передачи один пункт снабжения вот здесь у нас произошла уже небольшая потасовочка 520 выигрывает эту битву внимательно смотрим отчет кому интересно ставим паузу так смотрим все под контролем синих это 520 королевство кроме кроме рудника кристаллов вот здесь такой самоотверженный парень по имени рису его никнейм занимает рудник кристаллов а в это время как мы видим 520 королевство открывать два сбора на поле испытаний они хотят занять эту точку рудник кристаллов пока их не интересует я так понимаю вот мы видим рису держит рудник кристаллов пока это у него удачно получается а вот поле испытаний первый сбор уже летит в пути и так нас интересует результат ждем атаку ускоряют поход прилетает подкрепление и атака удается и что-то прям уж очень легко дается победа посмотрите какая разница в статистике непонятно как эти ребята из 190 королевство оказались в плей-офф с такой статистикой возможно это не ключевой игрок что ж посмотрим что будет дальше итак пять минут уже идет игра но преимущество явно за королевством 520 данный момент рудник кристаллов по-прежнему занимает рису королевство 190 ну а мы пока ознакомимся с составом команд и так перед нами королевство 190 и что-то их очень мало и я не вижу прям монстров таких пушечных замков давайте посмотрим 520 королевство и так здесь лидер два миллиарда сто силы по 900 миллионов там 800 четвертый ранг посмотрите 400 300 и их много их как минимум в два раза больше на поле сейчас находится так что ребята чувствую будет жарко сегодня не переключаемся и вот мы видим первую атаку на рудник кристаллов полноценный сбор заходит и что нас ждет победа победа королевство 520 мощная победа 22 миллиона силов минус у рисула он вылетает как пробка с рудника кристаллов ну и по статистике он похуже конечно чем атакующий замок и вот на наших экранах статистика первых 15 минут посмотрите число уничтоженных 85 миллионов и что мы видим первая атака на замок 520 кор видимо понял что соперник против них не очень сильный и можно гасить их итак первая атака на замок в этой битве сейчас посмотрим отчет но как мы видим это атака в соло естественно 32 миллиона солдат в замке нереально пробить поэтому результат был очевиден ну а что мы видим здесь на поле испытаний горит уже один замок и мы видим что четыре раза его атаковали его последняя атака минус 89 миллионов силы а вот и рису тот самый который держал рудник кристаллов посмотрите сколько атак около 10 атак и его сливают в ноль рису бедолага его убивали раз за разом и сейчас он стоит пустой возле рудника кристаллов а вот он strike с еще одна атака и не могут его пробить уже со второго раза до сих пор стоит не подожженный даже несмотря на то что убили они больше солдат выживших никого не осталось поэтому битва проиграна еще одна атака сбором проходит на этот замок strike с и вот они подожгли его черта не подожгли его с 3 сбора они зажгли этот замок 213 миллионов силы у него осталось смотрим отчет минус 82 миллиона 9 миллионов потерь немного сравним статистику атакующий замок будет посильнее у обоих замков включен дополнительные бафы драконному полю а здесь настоящий пожар устроили 520 королевство рядом с поле испытаний sky альфа опять атакует атакует соло я так понимаю и убивает 55 миллионов силы а вот сборная махмуда вот он залетает сбор смотрим у него было 211 миллионов силы вот они эти походы исходящих мертвецов и они реально убивают замки убивают они убийцы давайте посмотрим отчет вы 20 миллионов убитых 17 миллионов потерь 128 миллионов силы в минус и это с одной атаки с одного сбора а кто-нибудь вообще сказал ребятам из 190 королевства что потери в битвах плей-офф реальные черт возьми скажите им кто-нибудь остановите это избиение ну вот махмуд посмотрим сколько силы осталось ё-моё был пацан и нет пацана давайте просто помолчим немножко а вот еще одна жертва 679 миллионов силы и вот он пропустил первую атаку посмотрите как его король обезьян машет своей палкой пытается отогнать вражеские войска но это безуспешно у него осталось 556 миллионов атака проиграна но посмотрите они снесли ему почти 26 миллионов солдат и 22 миллионов потери которые пролетели мимо палаток как фанера над парижем ребят я просто под огромным впечатлением сейчас от этой битве я не хочу сейчас разбирать статистику я просто показываю вам отчет стараясь медленно листать если вам интересно вы просто ставьте паузу и смотрите все внимательно а вот что мы видим смотрите он побоялся дальше сражаться я дел щит а мы видим что ребята из 520 он не сдаются у них явно есть цель явно они хотят слить всех кто без щита либо загнать их всех под щиты но это не пойму я вообще не пойму почему ребята из 190 королевства мне используют щиты неужели они такие самоуверенные или они просто дураки и вот еще один замок горит становится жарче и жарче ааааа блядь блядь триста семьдесят пять миллионов с одного сбора они вынесли 49 миллионов а потеряли всего лишь 500 тысяч это не потеряли легли в палатке у них они вы посмотрите на статистику атакующего 686 здоровья пехоты луки кони все за 600 урон при нападение 256 снижение 255 он просто убил его не оставил ни одного солдата в этом замке еще один сбор и еще минус 137 миллионов силы 36 миллионов потерь я после этой трансляции обязательно пойду и поставлю свечку за 190 королевство ребята мне вас искренне жаль очередной сбор на наших экранах замок dragon king теряет сто восемьдесят семь миллионов 42 миллиона убитых 30 миллионов потерь ни одного выжившего в этом замке посмотрите статистику sky alpha это китайская девочка просто бомба она взрывает сегодняшний видос на это все что осталось от замка dragon king и видите он как бы был не слабый а вот еще очередной сбор оскар оскар дружище держись я верю в тебя вот ему загоняют подкрепление вот еще летит подкрепление с левой стороны но видимо он не влез это представляете полный замок с подкреплением а вот идет сбор четыре с половиной миллиона солдат и так но надо отдать должное ребятам из 190 королевства как ни крути они все-таки достойно принимают атаки не прячутся под щитами не выходят с игры и так смотрим что же в итоге результат какой а в итоге они зажгли его зажгли и убили 19 миллионов солдат и оскар уходит под щит единственное здравое решение которое сейчас я вижу в этой битве но почему он не скажет своим союзникам что ребята мы уже проиграли оденьте нахер от щиты сохраните ваши войска и вот еще два сбора один на замок мэри другой на замок некромансер вот он некромансер стоит на базе 391 миллион силу лярд 700 убитых то есть эти ребята еще как-то кого-то убивают а вот мэри смотрите оказалось прочная леди ее не удалось пробить двух атак она пока что уверенно держит оборону по статистике они практически равны с атакующим замком вот и стоит подкрепление и еще один сбор прилетает к ней посмотрите как она демонстративно смахивает палочкой этих живых мертвецов еще раз повтор нам показывает и вот еще один повтор пошли вон отсюда говнюки и реально они не смогли ее пробить очередное поражение хотя убили чуть больше солдат но выживших не осталось и это наша героиня sky альфа даже ей не удалось пробить эту мэри а что урон при обороне 228 что вы хотели назовем ее железная мэри или кровавая мэри в принципе неплохо держит оборону от топ игрока еще одна атака xbox тоже не смог ее пробить 31 миллион солдат по-прежнему замки и возможно они сейчас оставят попытки уничтожить конечно она так машет своим жезлом чтобы не подходите ко мне ушатая нет они наверно бросили это гиблое дело мы вернемся к нашему некромансер и он тоже оказался стойким парнем посмотрите не смогли его пробить с одной атаки видимо плотно сел в оборону мы видим что защиты пехоты здесь побольше хотя ничего нельзя сказать о здоровье ну вот урон при обороне здесь 212 а у атакующего 214 урон при нападении но ребята из 520 не успокаиваются мы видим они открыли два сбора на него лаки и sky альфа лидеры сбора 395 миллионов силы сейчас у этого замка и вот первый сбор залетает это лаки и атака проходит неудачно как мы видим а в это время в этот замок залетает второй сбор лидером который является sky альфа и они поджигают его what the fuck what the fuck what the fuck минус 288 миллионов 42 миллиона убит она просто почистила его под ноль этот замок 40 миллионов мимо палаты 40 миллионов потерь как больно мне смотреть на это я не представляю что будет с этими ребятами они наверно все сопьются после этого драконьего поля а вот здесь вам немножко детали битвы чтобы вы посмотрели молитвы у этого игрока у этой девочки sky альфа а я напоминаю вам что внимательно изучить отчеты битвы вы можете уменьшив скорость воспроизведения на youtube или поставив видео на паузу а мне безумно интересно посмотреть что же будет дальше сколько все таки замков останется в живых салют ли всех в общем наблюдаем и вот игрок с оригинальным никнеймом образ у него замка тиранозавр рекс и зовут его тиранозавр р вот на него sky альфа делает сбор тут вот еще парочка отчетов тоже крупное поражение вели попал под раздачу а вот и тиранозавр загорелся было у него 400 миллионов стало 308 и так сняли с него 141 миллион силы 13 миллионов потерь в замке осталось 24 миллиона это уже вторая атака давайте посмотрим отчет по 1 таки все равно он проиграл битву 8 миллионов потерь поменял он облик замка на замок деревню она дает хорошие плюшки при обороне но что-то мне говорит о том что это не помогло ему спастись о черт 97 миллионов силы сейчас попозже нам покажут его отчет а вот и его сосед тоже загорелся возвращаются по своим замком толпа из 520 королевства итак посмотрим отчет так здесь 11 миллионов убитых минус 76 миллионов силы не такая уж сложная победа не все-таки вернемся к нашему тиранозавру что же с ним случилось после того как sky альфа наведывалась к ним в гости о блять минус 220 миллионов 26 миллионов убит а он убил в ответ всего 197 тысяч и вот еще одна атака уже на другой замок замок sword и опять он горит они все горят и теперь здесь становится реально жарко не только на самом поле битвы и мне становится жарко минус 179 миллионов 22 миллиона убитых 22 миллиона потерь святые угодники да упокоиться с миром все ваши солдаты я думаю слова здесь излишне еще один игрок без щита и еще один пожар еще одно убийство ахуеть ребята напишите в комментариях кто играл в плей-офф драконного поля я знаю есть ребята которые играют реальные потери или нет если потери реальные я просто не представляю вообще что будут делать час эти ребята и 190 королевство когда прозвучит финальный гонка и что мы видим здесь на арсенале старый наш дружок который отдел щит буквально 30 минут назад снял его зачем я не могу знать и вот мы видим последние минуты его жизни 261 миллион минус 93 минус и вот добили минус 132 все бедолага кислый или кильсли я не знаю как правильно твое имя но ты бедолага на хрена ты снял щит и вот на базе королевство 190 оказывается еще один игрок без щита никнейм у него бонер и на него делают сборы и пока что он держится он выдерживает два сбора вот один из них отчет перед вашими глазами статистика у него если сравнить с его союзниками относительно неплохая конечно если сравнивать с врагами из 520 тонн конечно послабее но пока что он держится две атаки он уже выдержал а мы видим что на него открыли еще два сбора и вот залетает первый сбор и осада проходит неудачно уже третий сбор он держит смотрим отчет сейчас явно должна залететь sky альфа к нему в гости и она залетает и он загорается он загорается р.i.p. bonner time so sorry и это было даже не sky альфа а игрок под никнеймом hero минус 145 миллионов сил 19 миллионов потерь 9 миллионов выживших сейчас его добьют 0 кстати заметил такую фишечку снижение всеобщего урона play of статистики а вот и отряд зачистки возвращается домой сейчас посмотрим кто здесь атаковал атаковал xbox не смогла она всех убить зовите альфу где наша уборщица которая чистит ваши замки доблеско а вот она кстати легко на помине да точно залетает убивать 25 миллионов силы так вот мы видим что все замки практически все замки из королевства 190 сейчас горят кто не успел одеть щит тот сгорел вот еще один сбор по поводу этой фишечки снижение всеобщего урона play of если кто-то знает откуда она берется пишите в комментариях пожалуйста а то я первый раз сегодня увидел может это вообще к это донатная штучка и так осталось играть чуть меньше 15 минут смотрим статистику число уничтоженных 895 миллионов солдат уничтожила 520 королевство в этой битве вы представляете 895 миллионов на базе у 190 все в щитах но 520 не успокаиваются они нашли еще один замок видимо он забыл одеть щит скорпион он уже горел в начале игры и сейчас он горит опять видимо ему нравится гореть такой у него может своеобразный фетиш кто знает кто знает ребята пробежимся по отчету этого игрока из 520 мы еще не видели на поле не такой уж он и мощный но дури ему хватило чтоб 10 миллионов убить а в это время залетает еще один сбор на скорпиона 50 миллионов у него выживших было и 34 миллиона убивают 35 миллионов и здесь обратите внимание раненых 3 миллиона 300 остальные там сколько 30 там с копейками ушли в потерь это говорит о том что потери здесь реальные и чем думают ребята из 190 я не знаю может они просто захотели массово слиться и бросить игру но вот и все от скорпиону осталось мокрое место маленькая пятнышко крови вот он предсмертный отчет на ваших экранах а вот и наша героиня sky alpha ей безусловно сегодня можно присудить звание игрок дня 60 лорд силы 600 миллионов 4 миллиарда убитых и вот она еще кого-то бежит бить воинственная девочка а еще один игрок без щита на базе королевства 190 и он тоже горит два сбора залетают к нему два подряд но смею предположить что после первого сбора там уже ничего не осталось сейчас посмотрим отчет да как я и говорил 29 миллионов убитых с первого сбора sky alpha оставила всего 2 миллиона солдатам и обратите внимание эта девочка атакует по классике героях у нее сельма 48 уровня и синий дракон это классический old school поэтому те кто качает сейчас новых героев и пытается вложить в них кучу опыта просто посмотрите на эту девочку ну и вот нам финальная статистика битвы посмотрите число уничтоженных 1 миллиард альянс xdx из 520 королевства убил 1 миллиард солдат это не количество силы потерянной королевством 190 это солдаты перед началом битвы эти альянсы имели практически равную силу у альянса из 520 было 33 миллиарда если не ошибаюсь а у альянса из 190 было около 30 миллиард именно поэтому я выбрал эту битву и ни капли не жалею надеюсь у меня получилось передать вам те эмоции которые я испытал о застается на связи я и дальше буду показывать вам матчи плей-офф драконьего поля битвы а чтобы не пропустить новые видео подпишись на канал поставь лайк под этим видео и нажми колокольчик всем пока